Друзья, добрый день! Рада вас приветствовать на нашем канале «Переезд Краснодара в Краснодарский край». Меня зовут Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс». Сегодня мы с вами находимся в предгоре, это у нас Северский район. Будем смотреть дом в поселке городского типа Ильский. Сказать, что это у нас новая часть застройки, даже уже как-то не говорится, потому что за пару последних лет настолько сильно все расстроилось, все построилось. Поэтому будем смотреть дом с вами в новой уже обжитой части станицы, где у нас шаговые доступности школы, детский сад, недалеко остановка общественного транспорта, магазины, большие продуктовые, сетевые. В общем, от центра мы на другой стороне поселка. Кому интересно, про поселок Ильский я вам расскажем. У нас есть офис, работает именно в этом населенном пункте. Поэтому пишите, звоните, обращайтесь, с удовольствием проведем вам консультацию по данному населенному пункту. До Краснодара у нас порядка 40 километров здесь, до Черноморского побережья порядка 100 километров. Мы сюда двигаемся в сторону Анапы, можно в сторону Новороссийска. В общем, такое хорошее, интересное место. Многие его любят. Здесь у нас есть железнодорожное полотно, тоже является таким неоспоримым преимуществом. А вот дом, который будем с вами смотреть, у нас хороший очень по площади, 104 квадратных метра с просторными жилыми комнатами. Дом на пяти сотках земельного участка. Стоимость объекта с ремонтом, друзья, будет составлять 9 миллионов 300. Зашли мы с вами на участок, осматриваемся по самому объекту, по придомовой территории. Дом у нас из качественных материалов. Вот прям даже есть чем похвастаться. У нас здесь красивый васюринский кирпич васюринского завода. Прям вот кирпичик, взглядение. Знаю, тоже многие любят вот этот шоколадный кирпич с песочным такой, вкраплением с песочным. Смотрится очень красиво. Обратим с вами внимание на фасадную часть. Забор у нас на фундаменте. Кирпичные столбы, кирпичный цоколь. И вот такой красивый евро-штокитник. Распашные автоматические ворота, входная калитка. Тротуарной плиткой у нас уложены входы к крылечку. И вот сюда парковочное место, машиноместа, ну две, даже три машины. Я бы сказала, сюда зайду достаточно комфортно. Что касается самого дома, друзья, то у нас 24-го года постройки на ленточном фундаменте. Тоже еще раз проговорю, да, все характеристики. 104 квадратных метра. Внутри у нас газоблок, сверху облицовочный кирпич. Выведено освещение, розетки. Все такие вот подсветочки декоративные, красивые. Крыша накрыта металлочерепицей. Двадосток подшит. Сделана система водостока и фронтоны подшиты профлистом. Обратите внимание, что у нас дом мансардного типа. При желании можно поднять еще второй этаж. Но он поднят, я имею в виду, что можно сделать ремонт на втором этаже и получить еще дополнительно порядка 50 квадратных метров. Сейчас у нас на первом этаже будет три спальни. Просторная кухня-гостиная. Но при желании площадь этого дома можно увеличить. Застройщиком крыша для этого предусмотрена. Видите, такой полноценный мансардный этаж. Давайте осмотримся по участку, что такое наши пять соток. Сзади у нас достаточно места, чтобы тепличку поставить и мангальную зону организовать. Ну и здесь у нас перед домом также, да, еще раз посмотрим с вами парковочные места. Заезды для машины, тротуарная плиточка. И все это красиво выложено. Ну и с правой стороны прямо просятся декоративные посадки. А может быть, если участок кому-то невелик, то здесь же использовать его для посадки фруктового сада. Да, очень красиво все сделано. Дом смотрится, конечно, шикарно. Если вот есть такая тяга к эстетическому, прекрасному, и красиво хочется. Вот это действительно дорогой клинкерный кирпич. Васюринский завод у нас не самый дешевый, поэтому здесь застройщик точно у нас не поскупился, да, чтобы все вот это вот привести в порядок, в соответствии, чтобы дом выглядел действительно достойно. Не типовой формат, а вот такой красивый. Окна с ламинацией установлены, коммуникации у нас здесь центральные, свет, вода, вода скважина, септик, септик на 5 кубов. Место здесь высокое, не затапливается, поэтому можно рассматривать его к приобретению в поселке городского типа Ильский. Ну, еще раз обойдем участок. Видите, тут места и под бассейн хватит, и под парник, под все. И место у нас оставлено, и уже плитка уложена, вот, чтобы можно было организовать навес из кухни-гостиной, чтобы сделать зону отдыха. Скважина вот здесь у нас расположилась. Ну, уголочек, кому очень хочется, небольшую баньку можно поставить. Ну, в целом мы с вами участок весь осмотрели. Тоже дом обойдем с другой стороны, чтобы убедиться, что отступы, которые всех волнуют, они у нас здесь в порядке. Да, и, ну и, опять же, с этой стороны, малина, пожалуйста, крыжовник, сморозин, какие-то такие ежевика, они очень любят. Ну, и хорошо садятся вот в такие неширокие пространства. Ну, что, закончили мы с вами участок с участком 5 соток ИЖС. Давайте заходить в дом, осматриваться с вами по планировке. Как уже сказала ранее, в доме у нас 3 жилые комнаты, 2 спальни справа-слева по 14 квадратных метров, и справа от кухни-гостиной комната 15,2 квадрата. Также на первом этаже у нас санузел совмещенный 7 квадратных метров, и с левой стороны котельная, тоже 7 квадратных метров. Кухня-гостиная хорошая по площади, 29 квадратных метров с выходом на участок. Напомню, что у нас дом мансардного типа, и можно подумать, если это нужно, как сделать выход на второй этаж. Конечно, наш застройщик всегда вам в этом поможет, потому что дом строил, проектировал, и знает, где лучше открыть выход, если нужны еще 2 дополнительные комнаты на втором этаже. Давайте с планировкой закончили, будем осматриваться внутри по ремонту. Там действительно очень красиво, если бы мы, конечно, включили свет, было бы еще красивее, потому что он такой прям весь играет, и плитка на полу, и стены светлые, и освещение красивое. Давайте будем смотреть с вами все по порядку. Начнем с вами с первой жилой комнаты, она расположилась сразу справа, 14 квадратных метров. Комната просторная, ближе к квадрату по конфигурации, широкая, на полу лежит ламинат, стены оклеены обойми, потолок натяжной, матовый, осветительный прибор, у нас здесь люстра. Если вы, друзья, еще не подписаны на наш телеграм-канал, напоминаю вам про него, пожалуйста, подпишитесь, ссылочка всегда внизу в описании. Там полезная и важная информация для вас по рынку недвижимости именно Краснодарского края. Мы с вами продолжаем осматривать дом по комнате. По-первых, мы с вами осмотрелись, розетки, выключатели, все здесь уже у нас предусмотрено. Вот такая красивая, веселая люстра, мебель расставить. Какие-то спокойные шторы сюда хочется повесить, да, за счет обоев, чтобы как-то компенсировать вот уже нарядные стены. Вторая комната у нас напротив сразу же, также по площади 14 квадратных метров. Окна, напомню, у нас ламинацией. На улицу и беленькие внутри. По ремонту здесь также стены, оклеенные обойми, потолок натяжной, матовый осветительный прибор, люстра, радиаторное отопление у дома, теплый пол. Нас просите, как обычно, где у нас теплый пол? В жилых комнатах у нас обычное отопление. Теплый пол будет там, где у нас плитка. А плитка это коридор, кухня-гостиная, санузел и котельная. Здесь у нас просто ламинат и радиаторы, которые регулируются. Ну, такая хорошая по размерам комната. Спальник, конечно, в доме вот всегда радуюсь, когда не пожалели площади. Но в целом 100 квадратов в чистом виде для дома это очень хорошо, потому что обычно застройщик любит называть площадь по внешним границам. И, конечно, когда там дом 10 на 10, они озвучивают 100 квадратных метров. Знаю, многие звонящие жалуются, что попадают на эту уловку по рекламным источникам. Поэтому рекомендую всегда уточнять, если вдруг сами звоните по объектам, какова площадь по внутренним замерам. Мы вам всегда говорим площадь внутри. Никогда не говорю площадь на 20 примерно квадратов больше, так как она идет по внешним стенкам. Всегда по внутренним замерам. Так, мы с вами смотрим площадь 15,2 квадратных метра. Стены оклеены обоями на полу. Здесь также у нас лежит ламинат, натяжной потолочек матовый, радиаторы, стеклопакеты, все на месте. Ну и тоже современная красивая люстра. Эти вот светодиодные с переключателями. Здесь у нас все в порядке. Домик уже готов для мебели, чтобы уже почувствовать себя в надежных хозяйских руках. Друзья мои, с жилыми комнатами мы закончили. Их у нас 3 по 14 квадратов, 2 и 1, 15 и 2. Смотрим с вами по левой стороне. У нас котельная 7 квадратных метров. Сюда у нас теплый пол, разводка, фильтры на воду, колонка на воду, котел на отопление. В общем, все у нас вынесено вот сюда. Плитка лежит на полу, стены здесь у нас под покраску. Здесь также есть канализационный выход, есть также вода. Поэтому при необходимости и при желании здесь можно разместить санузел. Таким образом у вас будет раздельный санузел. Так, ну что, здесь мы с вами все осмотрели. Коммуникации все мы любим. Я тоже очень люблю, когда коммуникации все вынесены отдельно. Иногда кухня у нас не занята вот такими дополнительными вещами. Тоже, кто будет смотреть, приезжать, обратит внимание, что много предохранителей. Каждая комната выведена отдельно, приборы все выведены отдельно. Это тоже, ну и для безопасности, и для удобства в первую очередь. Это всегда очень хорошо. Так, у нас осталось неосмотренное помещение санузла. И пойдем смотреть с вами площадь кухни-гостиной. Санузел тоже очень просторный. Здесь уже нам установили и сантехнику, и ванную мебель, и такие аксессуары в виде полотенцесушителей, смесителей, зеркала. В общем, вот в таком красивом варианте сдается у нас объект. Уже с полным чистовым ремонтом. Я бы даже сказала, что с улучшенным ремонтом. Поэтому такой симпатичный очень домик. Хорошее наполнение. И достаточно надежно, качественно. Знаем застройщик, не первый год работаем. Хорошо построен дом. С объектом здесь мы с вами по подсобным таким помещениям, по техническим закончили. Ну и такая у нас кухня-гостиная к осмотру. 29 квадратных метров площадь составляет. Здесь у нас не прямоугольник. Здесь кухня больше квадрат. Поэтому по конфигурации, по расстановке мебели каждый подумает сам, кому как больше нравится. Но оно всегда можно очень интересно это обыграть. Выведены все необходимые подводки под коммуникации. Электрика выведена, розетки установлены. В целом, заказываем кухонную гаранитуру, устанавливаем стены, оклеенные обоими, плиточка на полу, теплый пол. Напомню, здесь водяные теплые полы, там где лежит плитка. Потолки натяжные. Все как по ремонту по всему дому. Выход на участок с кухни-гостиной у нас предусмотрен. Ну, в целом, с домиком мы с вами закончили. Вас благодарю за просмотр. И прошу подписаться на канал, если еще не подписались. Буду вам очень благодарна за ваши подписки, лайки и комментарии. Не забывайте сохранить номер ID объекта, если объект заинтересовал. Будем с удовольствием отвечать на все ваши вопросы. Контактные данные всегда указаны внизу в описании каждому видео. С вами Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс».